К вопросам отбора, либо технических характеристик вы можете обращаться. Итак, шаговый привод Altonics. Давайте для начала проверим связь. Вот, может быть, я здесь говорю, а меня не слышат. Для этого в правом верхнем углу нажмите, пожалуйста, Smile, какой желтый кружок улыбающийся. И в выпадающем списке выберите плюсы зеленого цвета. Таким образом я увижу, что звук есть и меня слышно. Да, вот вижу, появляются плюсики, значит звук идет, связь есть. Спасибо большое. Вот, можете оставить, можете убрать. Итак, начнем тогда. Что же такое шаговый привод? Ну, из названия шаговый привод можно судить. То есть устройство, которое придают вращение, момент чему-либо перемещают и так далее. То есть приводит действие. Так вот, применяться эти устройства могут в различных сферах, в различных ситуациях, для вращения, для поступательных перемещений и так далее. Ну, вот один из примеров от коллег наших из Индии, это машина для резки печенья. Здесь практически всей задачей управляет логическая панель Altonics, да, это серия LPS 070. То есть на нее поступают датчики, на нее поступают сигналы с датчиков дискретных. Вот, соответственно, эти датчики сигнализируют о том или ином положении задвижек, либо ножей режущих. Через дискретные выходы с помощью реле управляются, так, погромче попросить, постараюсь. Так, с помощью реле производится коммутация, то есть коммутация нагревателей, либо контактной щетки, либо резака. Ну, и, соответственно, также через импульсные выходы управляются непосредственно шаговые двигатели, да, то есть здесь уже еще раскрывается принцип действия, как раз-таки с помощью подающих, с помощью подачи импульсов на драйвер шагового двигателя, двигатель перемещается на определенное расстояние, на определенное расстояние, да, на определенный угол и так далее. Ну, вот как выглядит изделие после резки, да, то есть есть у нас продольные ножи, есть поперечные ножи, ну, вот сама панель, через которую задаются все, соответственно, здесь двигатели не видно, они скрыты в корпусе данного оборудования. Станок для профиля. Здесь уже есть, ну, что за профиль, то есть это шлифовальный станок, да, то есть кладется профиль и, соответственно, он шлифует. Есть здесь также датчики приближения, всем этим управляет логическая панель, то есть, как видно, что сам шаговый привод может управляться, ну, вот в частности, пока видно, что с помощью логической панели, также это есть, также для этих целей может использоваться и контроллер, да, контроллер шагового двигателя. Можно также использовать ПЛК, то есть все, что имеет дискретный выход, может использовать, может использоваться для работы шагового привода. Ну, вот здесь, коротко, если осветить, импульсный выход используется для управления позиционированием, да, то есть мотор по оси Y, мотор по оси X, ну, и, соответственно, также запускается через электромагнитный пускатель, шлифовальный. Станок, да, то есть, ну, непосредственно головка шлифовального станка. Ну, и на выходе здесь сигнальная колонна, которая сигнализирует о состоянии станка, то есть, либо это будет рабочий режим, зеленый цвет, желтый, соответственно, ожидание какой-то задачи, да, ожидание команды, ну, и, соответственно, красный, к примеру, аварийная ситуация. Вот, вот как это внешне выглядит, да, то есть мы видим здесь, что у нас установлен два двигателя, да, один перемещает у нас каретку вправо-влево, другой поднимает вверх-вниз. Ну, и, соответственно, сам двигатель также. Вот, здесь прижимные, да, мы видим, что зажимаются с помощью пневмопривода. Ну, и установлен здесь в системе двигатель, который запускает, точнее, который вращает шлифовальную головку. Ну, и шкаф управления для всего этого также компактно, вот здесь находится рядом. Печатающая машина, да, то есть здесь также по двум осям происходит управление. Шаговые двигатели здесь А63К, да, и вот буква G5913, то есть здесь шаговые двигатели вместе с редуктором, со встроенным редуктором. Бывает разные разновидности, бывает несколько разновидностей двигателей, просто двигатели с редуктором, с тормозом совмещенно и так далее. Под различные задачи можно различных размеров от 24 мм до 80 подобрать. Вот, соответственно, здесь в системе также импульсный выход, драйвер на один двигатель, драйвер на другой двигатель, то есть на каждый двигатель нужен по своему драйверу. Ну, и дополнительное устройство, это контуры нагревания, то есть управление работой температурного контроллера через дискретный выход, да, то есть получает от термопары сигнал, соответственно, поддерживает температуру. И здесь работа именно панели, это запуск. Но самое главное, что дискретный выход здесь может работать для управления шаговым приводом. Как это все выглядит снаружи, да, то есть станок вот этот. Вот, ну вот, если говорить про общее применение, зачастую шаговый двигатель используется как раз в таких печатающих, да, то есть сейчас очень распространенные 3D принтеры. Станки с числовым программным управлением, с режущей головкой, да, то есть вот есть такой координатный стол, над которым перемещается электродвигатель с фрезой, это может быть, да, это может быть пила, это может быть нож-резак для отрезки картона. Ну вот здесь представлен 3D принтер, да, то есть несколько двигателей, которые управляют перемещением печатающей головки в трех координатах. Один из заводов в России, то есть это завод предприятия радиаторов, да, то есть здесь производство как раз таки радиаторов. Вот, здесь точное позиционирование деталей для изготовления радиатора, то есть, соответственно, для того, чтобы подать деталь к месту сварки, используется шаговый привод с координатами, да, то есть имеется манипулятор, вот, который хватает деталь, подносит ее к месту сварки и, соответственно, автомат варит, вот, и так далее. То есть система эта вся автоматизирована. Ну, что стоит сказать, да, то есть здесь на что стоит обратить внимание, что шаговый двигатель, я думаю, что это всем прекрасно известно, его основная задача это точное позиционирование, да, то есть, если рассматривать стандартный пятифазный шаговый двигатель и режим полного шага, то он может поворачиваться на 0,72 градуса. Но, если использовать уже полушаг, да, то у нас получается 0,36 градуса, но и дальше, если еще меньше дробить каждый шаг, то мы можем вообще один шаг разделить на 250 частей, да, то есть, настолько точное позиционирование. Но, опять же, здесь есть свои плюсы, свои минусы, вот, мы их сейчас рассмотрим. Основная задача шагового двигателя это точное позиционирование. Здесь упаковочная линия медикаментов, то есть здесь шаговый двигатель позволяет нам точно расположить изделие и нанести этикетку. Ну, вот здесь как раз установлен, в принципе, если достаточно присмотреться, то можно прочитать будет и модель данного шага, вот видите, модель здесь без каких-либо редукторов, без тормозов, достаточно такого вот устройства, потому что дополнительные усиливающие приспособления, да, то есть, либо останавливающие, либо делающие передаточное число, они используются там, где необходимо у нас удерживать, да, то есть, как правило, вертикальная ось, где присутствует воздействие тяжести, силы тяжести, да, на вертикальных осях, как правило, используются тормоза, либо редуктора. Ну, вот еще общих несколько областей применения, да, то есть, мы видим, что может использоваться для вращения, для привода конвейерной линии, то есть, когда нам нужно строго позиционировать изделие под камерой, да, то есть, здесь может быть использован шаговый привод. Также, вот как раз про то, что я говорил, контроль удержания, да, то есть, шаговый двигатель с тормозом используется, когда у нас необходимо применять перемещение по вертикальной оси. Почему? Потому что, если, вообще, двигатель шаговый удерживает положение вала, да, с помощью возбуждения обмоток, вот, ну, соответственно, у двигателя, у каждого есть побочный эффект, да, то есть, это выделение тепла. Вот, если с помощью возбуждения обмоток постоянно удерживать его в вертикальной оси, это будет лишнее выделение тепла, лишнее потребление энергии и так далее. Для этого и придуманы тормоза, то есть, пока у нас не осуществляется воздействие, не осуществляется перемещение по вертикальной оси, у нас просто-напросто с помощью тормоза заблокировано перемещение вала, да, то есть, электромагнитный тормоз. И у нас, таким образом, нет необходимости использовать электроэнергию, да, то есть, там, получается, если мы не подаем электроэнергию на тормоз, он заблокирован, то есть, даже при отключении питания у нас не переместится вниз, да, то есть, не упадет, а вся установка электромагнитный тормоз будет удержан. Также конвейер, только не горизонтальный и вертикальный, да, то есть, вот пример в нижнем левом углу перемещения изделия. Ну и, как правило, для точного нанесения этикетки, да, для того, чтобы не останавливаться одновременно, не останавливаться при нанесении этикетки, используется шаговый привод, да, который синхронизируется со скоростью конвейера и одновременно при перемещении производит, позволяет наклеить изделие на поверхность, точнее, наклеить материал на поверхность изделия. Ну вот о том, что я говорил как раз, да, то есть, шаговый двигатель, он может перемещаться не только, точнее, сообщать не только вращение, но с помощью вот привода шариковой винтовой передачи можно осуществлять и линейное перемещение. Да, то есть, есть специальные формулы в каталогах Tonics, то есть, примерно, чтобы рассчитать, какой нужно выбрать двигатель для перемещения груза с помощью блоков, да, либо это винтовая передача, либо это вращение, вот, то есть, по горизонтальной плоскости, по вертикальной и так далее. То есть, все это можно рассчитать достаточно точно для того, чтобы правильно выбрать шаговый двигатель, чтобы двигатель достаточным моментом вращения обладал для работы. Ну вот, также перемещение материала, да, на определенную длину для отреза необходимой величины. Так вот, что же такое шаговый привод? Шаговый привод – это исполнительная система, предназначенная для выполнения различных задач, связанных с точным перемещением и позиционированием. Да, то есть, благодаря чему? Благодаря тому, что из названия шаговый двигатель, он перемещается порционно шагами, да, то есть, в принципе, если усилие подобрано должным образом, да, то есть, не происходит срыва, то есть, о чем это я? Если выбрать неправильно нагрузку, да, то есть, взять слабый двигатель, то двигатель у нас просто может не отработать. То есть, момент удержания будет превышен, да, и, соответственно, обмотки переключатся несколько раз, но ротор за ними не успеет. Для этого нужно выбирать, для этого формулы эти и сделаны, они выведены, да, то есть, они доступны для того, чтобы можно было рассчитать и выбрать с запасом, да, то есть, чтобы можно было гарантировать срабатывание. Дело в том, что, вот к чему я это все говорю, к тому, что шаговый двигатель, он не требует наличия обратной связи. Да, то есть, команды, вот, ну, если рассмотреть схему, каким образом происходит программирование, да, всегда при работе шагового двигателя присутствуют два, две вещи, да, то есть, две основные их составляющие. Это драйвер и двигатель. Двигатель у нас отрабатывает, да, то есть, он, это исполнительный механизм, он выполняет определенное количество перемещений, да, то есть, которое либо запрограммировано контроллером, либо подана команда там в количестве импульсов для перемещения. Так вот, двигатель это исполнительный механизм, а драйвер, сопутствующее устройство, это устройство усиления, называемое, да, то есть, оно преобразует сигнал низковольтный, слаботочный, вот, преобразует его и, соответственно, уже усиливает и передает на обмотки двигателя шагового. Вот, распределяет между обмотками, да, то есть, позволяет постепенно переключать. В роли контроллера здесь, то есть, мы уже сказали, что двигатель это устройство исполнительное, драйвер это устройство усиления, а в роли контроллера здесь могут выступать различные устройства, да, то есть, ну, начнем с самого простого и, наверное, самого очевидного, это контроллер движения. Контроллер движения это устройство, в которое записывается алгоритм, да, который принимает внешние сигналы и в зависимости от внешних сигналов он может выполнять те или иные действия, да, там есть и условные переходы, и мгновенное исполнение по внешнему сигналу и так далее. Контроллеры позволяют выполнить широкий спектр задач. Так вот, контроллеры это устройство, которое подают сигналы, да, то есть, если рассматривать, каким образом будет происходить программирование, то в роли контроллера, как я уже сказал, могут быть контроллеры движения. В роли контроллера, как в примерах, может участвовать логическая панель, да, то есть, это ПЛК, либо логическая панель с дискретным выходом. В роли контроллера может участвовать за датчик частоты какой-то, да. Дело в том, что драйвер, он управляется с помощью импульсов, поступающих на него. То есть, условно, если нету никаких опциональных дополнительных дроблений, либо условий, драйвер работает таким образом. То есть, один импульсный драйвер, который пришел, он преобразуется, и двигатель делает один шаг. Пришло два импульса, сделали два шага, три импульса, три и так далее. И основной принцип работы шагового привода в том, что количеством перемещения можно управлять с помощью количества импульсов, скоростью перемещения можно управлять при помощи частоты входящих импульсов. То есть, чем выше частота, тем, соответственно, выше скорость. В принципе, вот сигнал по двум этим параметрам способен полностью управлять шаговым двигателем. То есть, количество импульсов, число шагов, частота, скорость вращения. Достаточно простой. То есть, источником импульса также может быть энкодер. Как правило, входящий уровень сигнала – это порядка 5 вольт, то есть, считается за импульс. И таким образом достаточно просто выполнять. Но опять же, повторю, что главное условие, чтобы система была подобрана таким образом, чтобы нагрузка или момент не превышал момент вращения двигателя, то есть, момент удержания. Контроллеры, в свою очередь, они могут быть запрограммированы один раз. Они могут, повторюсь, что выполнять определенный алгоритм в зависимости от внешних условий. Ну, к примеру, какими могут быть внешние условия? Внешними условиями для контроллера может быть нажатая кнопка. То есть, нажали кнопку, двигатель начинает вращаться вперед с определенной частотой. Для контроллера, например, джойстик. Как правило, джойстиком управляет, соответственно, четырехпозиционный рычажок, то есть, вперед-назад, влево-вправо. То есть, подключается к контроллеру и, в принципе, в режиме реал-тайм, в режиме реального времени мы можем управлять шагов. Здесь всевозможные могут быть ситуации. Еще раз повторю, что контроллеры могут быть запрограммированы заранее, с компьютера, либо с ПЛК, и могут управляться в режиме реального времени. Подают сигнал на драйвер, соответственно, драйвер эти сигналы усиливает и распределяет между обмотками на двигатель. Ну, примерно такая же схема, только немножко более структурирована. То есть, из чего состоит, то есть, какие бывают контроллеры. Есть несколько серий. Есть односевые, есть двухосевые, есть четырехосевые. Есть контроллеры с функциями аппроксимации, то есть, для рисования кривых каких-то. Есть драйвера однофазные, двухфазные. Есть драйвера, которые способны управлять без контроллера, то есть, которые могут выполнять заранее прописанное действие, просто при подаче сигнала. То есть, они берут часть задач контроллера на себя, так называемые интеллектуальные драйвера. Ну, и есть различные двигатели различных серий, то есть, встроенный тормоз плюс редуктор, встроенный тормоз плюс планетарный редуктор со ступичным соединением, стандартный двигатель с глухим валом и стандартный двигатель с полым валом. Также есть двигатели, которые имеют не один вал, то есть, выход не с одной стороны, а с двух сторон. Имеют выходные валы для передачи усилия. Ну вот основные серии двигателей. Напомню, что есть несколько серий двигателей. Бывает несколько типов. Это двухфазный шаговый двигатель и пятифазный шаговый двигатель. Здесь все зависит от необходимых задач. Где-то необходимо с высокой точностью, где-то необходима небольшая точность, простота и так далее. Здесь подбирается все индивидуально. Если говорить про характеристики, для двухфазных шаговых двигателей шаг равен 1,8 градусов. То есть двухфазный шаговый двигатель совершает один оборот вала за 200 шагов. То есть за 200 шагов проворачивается вала. Соответственно, отсюда такая цифра 1,8 градуса для одного шага. Пятифазный шаговый двигатель делает один оборот за 500 полных шагов. Соответственно, величина одного шага равна 0,72 градуса. Если использовать полушаг, напомню, что возможно, то раздробить шаг можно до 0,36. Ну и соответственно, в режиме микрошага шаг делится, как правило, по большей степени на степень двойки. Это функция драйвера. И можно разделить до 1,250 шага. То есть необходимо, ну что это значит? Это значит, что на драйвер придется подать 250 импульсов для того, чтобы контроллер преодолел один шаг. Точнее, для того, чтобы двигатель преодолел вал, преодолел один шаг. То есть каждый импульс, поданный на драйвер, это будет приращивать по 1,250 шага на вал. Двухфазный шаговый двигатель маркируется циферкой 2, да, явно так. Остальные серии, это серия АК, АИЧК, АК-АГБ, АК-РБ, АК-Р и АК-Б. Это все пятифазные шаговые двигатели. Существуют драйверы. Есть драйверы, это устройство усиления, напомню. То есть драйверы есть для двухфазных шаговых двигателей, они цифрой 2 после НД маркируются. И для пятифазных шаговых двигателей, это серия МД-5. Бывают различные серии с микрошагом, с полным шагом, для питания постоянным током, переменным. Есть трехфазные, либо двухфазные, безкоропустные шаговые двигатели. И есть так называемые интеллектуальные шаговые двигатели. Это серия МД-2У-АИД-20. Ну и контроллеры. Контроллеры есть тоже нескольких серий. Есть ПМЦ-2HSP, ПМЦ-HS и ПМЦ-4B-PCI. Если рассматривать по статей функционалу, наверное, самый простой будет ПМЦ-HS. Далее уже по функциональной это будет ПМЦ-2HSP. И самый функциональный это ПМЦ-4B-PCI. То есть это контроллер 4-х осевой для монтажа в рабочую станцию через шину PCI. Здесь есть вход для энкодера, для того, чтобы система проверяла, в каком положении находится вал, отработал или нет. То есть здесь уже приближение к сервоприводу. Так вот, что такое шаговый двигатель? Шаговый двигатель относится к электрическим двигателям, то есть электрическая машина, в которой электрическая энергия преобразуется в механическую. При этом, как я уже сказал, побочным эффектом является выделение тепла. Существуют разные способы, чтобы избавиться от паразитного выделения тепла. Конечно же, при работе здесь сильно не избавишься. То есть если большая нагрузка, большое потребление тока, тепловыделение большое. От физики никуда не идти, только охлаждать. Во время же простоя двигателя здесь можно немножко поиграть. То есть для удержания, как я уже говорил, используются возбужденные обмотки. Соответственно, если у нас момент удержания небольшой, то есть, допустим, переместили мы каретку с тем же самым винтовым редуктором, в этой ситуации у нас не будет усилия на шаговый двигатель, потому что, во-первых, это все будет происходить в горизонтальной плоскости, во-вторых, это червячная передача, и здесь обратного вращения нет, невозможно. Вот, конечно, есть различные, есть шариковые редуктора, вот, здесь обратная передача возможна. Но, повторюсь, что в горизонтальной плоскости не так критично и не такая большая нагрузка на двигатель при удержании. Вот, то есть, если так быстро посмотреть классификацию электромоторов, то шаговый двигатель относится к двигателям постоянного тока, без коллектора. То есть, если посмотреть на состав шагового двигателя, из чего он состоит, ну, вот здесь шаговый двигатель в разрезе, и можно увидеть, что, как во всех двигателях, есть ротор, есть статор, есть обмотки, есть якорь, да, с постоянным магнитом. Соответственно, каким образом работает? Постоянный магнит, он, ну, постоянный магнит находится на роторе, вот, соответственно, у этого магнита есть магнитные пульса, есть магнитное поле, силовые линии. И у нас есть обмотка. Соответственно, когда мы подаем на определенные катушки заряд, да, то есть, когда у нас начинает течь ток через определенные, а сделан таким образом, чтобы попарно работали оппозитные катушки, вот, то есть, те катушки, которые находятся друг напротив друга, между ними возникает магнитный момент, и якорь, точнее, ротор, он следует за вот этим моментом. То есть, полный шаг, это полное переключение тока с одной обмотки на другую. Происходит он скачкообразный, да, то есть, сначала располагается здесь, следующий шаг, он переключает сюда. И если для переключающихся обмоток угол этот составляет довольно большую величину, да, вот по рисунку посмотрите, ротор, он перемещается намного меньше, да, то есть, если вот посмотрите вниз на рисунок, соответствует переключение обмотки и угла, который делает ротер, вот, то здесь есть большая разница. То есть, устройство электродвигателя, точнее, устройство шагового привода такое, чтобы при переключении тока в соседних обмотках вал делал небольшое перемещение, да, то есть, если посмотреть, вы можете скачать презентацию, кстати, если вы можете посмотреть, увеличить рисунок, вы увидите, что если здесь совмещены зубчики, да, то, значит, здесь протекает ток через эту обмотку. То есть, они напротив этих обмоток находятся ровно, вот, соответственно, при перемещении, точнее, при переключении тока на следующую обмотку, мы увидим, что зубчики, они чуть-чуть совсем не совмещены, да, и как только переключится ток сюда, они совместятся. То есть, таким образом вал сделает небольшой оборот. Это называется механический угол. Механический шаг, соответственно, электрический шаг, он находится, электрический шаг, это переключение тока с одной обмотки на другую. Вот, то есть, при таком последующем, при таком переключении обмоток, двигатель делает оборот. То есть, получается у нас, что ротор следует за полем, да, синхронно делает, вот, и отсюда есть такое понятие синхронизм, выпасть из синхронизма, то есть, когда нагрузка у нас выше, выше максимальный навал, да, соответственно, двигатель может выпасть из синхронизма, то есть, может не успеть за вращающимся магнитным полем, и тогда не отработает полноценно. Такие вещи происходят, когда нагрузка превышает, то есть, если у нас мгновенный старт осуществляется, да, то есть, допустим, есть нагрузка на вал, и контроллер сразу подает полную скорость, да, то есть, программно двигатель должен был отработать, но физически он не успел. Почему здесь так важно? Ну, дело в том, что если посмотреть на предыдущую, да, у нас есть двигатели, ну, здесь, может быть, не совсем верно, да, вот обычные трехфазные электрические двигатели, они, ну, или однофазные, они асинхронные, да, то есть, у нас происходит скольжение, электромагнитное поле в обмотках, вот, вращается с определенной скоростью, и вал, соответственно, следует за ним. Вот здесь это перемещение, в принципе, строго синхронно, да, пусть и с некоторым делением, вот, но это отношение всегда одно и то же, то есть, количество вращений магнитного поля и количество вращений вала. Здесь синхронизм, синхронизм, такой есть. Если рассматривать переключение тока между полными, полное переключение тока между обмотками, да, между вот этой обмоткой, в этой парой и вот этой, да, это и есть как раз электрический шаг. Вот, если же вы вспомните, что я вам говорил, что есть такое понятие, как микрошаг и полушаг, что это значит? Вот, давайте посмотрим, попробуем. То есть, если мы рассмотрим... Рассмотрим обмотки, да, то у нас действие, вот, допустим, катушка одна, катушка вторая, да, условно у нас магнит, здесь есть, у него есть северный полюс, да, и есть южный полюс, саут, север, южный. Соответственно, когда у нас возбуждена вот эта обмотка, ну, соответственно, нарисует пару, у нас находится в таком положении рот, когда у нас возбуждена вот эта пара обмоток, да, у нас ротор стремится встать в такое положение. Вот, это полные шаги. Если же мы рассмотрим полушаг, да, то есть, это ситуация, когда ток одновременно подается и на одну пару обмоток, и на другую. Соответственно, результирующий вектор, он направлен и не к первой, и не ко второй, он направлен посередине, да, то есть, она смотрит сюда. То есть, таким образом, при равных токах, через одну и через другую обмотку, ротор стремится встать между ними посередине. Вот, то есть, таким образом, ток переключается в состояние этой обмотки, точнее, в состояние первой обмотки, потом в состояние среднего значения, и потом в состояние второй обмотки, да, то есть, здесь уже полушаг идет. Вот, и еще один способ разделить шаг, когда уже неровное, неравное количество тока идет через обмотки, а меняется, да, то есть, допустим, если подать на первую обмотку, ну, вот, например, нарисую здесь величину тока, допустим, одну, да, на вторую обмотку мы подадим величину тока большую, то по закону сложения векторов, да, то у нас получится направление уже такое. Прошу прощения за такой рисунок, но здесь иначе не изобразить, да. То есть, таким образом, меняя величину тока, то есть, длину вектора в одну или другую сторону, мы можем менять углы, да, то есть, если у нас вектором будет равный сюда, угол такой, если вектор вдруг на одну обмотку усилия больше подадим, то вектор будет сюда. То есть, таким образом, вот этот шаг между двумя обмотками мы можем разделить на 250 состояний, да, то есть, на 250 положений. Ну, и тем самым повысить точность позиционирования. Ну, опять же, в силу того, что механический привод шестерни, у них есть мертвый ход, здесь закрадывается иногда ошибка, то есть, при постоянных перемещениях вперед-назад. То есть, основное преимущество шагового двигателя – это простота управления при позиционировании, да, то есть, нужно нам совершить 10 шагов, подали 10 импульсов на драйвер, соответственно, 10 раз переключился шаговый, точнее, вал двигателя. Ну, вот. Если говорить про обычные двигатели, то там, наверное, мощность фигурирует, да, но, как правило, электродвигатель есть мощность, автомобильный двигатель, как сказать, орудует, при объяснении характеристик, орудует таким определением, как мощность двигателя. Для шагового привода это не совсем справедливо. Почему? Ну, как правило, мощность двигателя, она зависит от скорости, от частоты вращения двигателя, да, то есть, чем выше частота вращения, чем выше скорость, вот, тем выше крутящий момент. Но для двигателя основа его работа может осуществляться при низких скоростях, да, то есть, здесь уже крутящий момент выходит вперед, да, не столько важна мощность, а столько важен крутящий момент. То есть, физики это понятие, как можно понимать, как вращающая сила, да. Удерживающий момент это крутящий момент при нулевой скорости, да, то есть, удерживающий момент, здесь максимальная величина, то есть, это сила, с которой двигатель может удерживать вал в положении, да, в фиксированном положении. Ну, и крутящий момент, он при низких скоростях, он стремится к величине удерживающего. То есть, это основная характеристика силового показателя двигателя. Вот, измеряется она в ньютон-метрах, либо килограмм силы-сантиметр, да, то есть, здесь различные единицы можно встретить. Но, как правило, маркируется в ньютон-метрах. Ну, вот если посмотреть на стандартный двигатель автомобиля, ну, порядка от 100 до 150 ньютон-метров, да, это стандартный крутящий момент двигателя, ну, такого распространенного. Конечно, дизельные двигатели, они имеют выше в крутящий момент, но это уже отступление. Соответственно, следующая характеристика, это количество фаз двигателей. Как я уже говорил, фазовые, точнее, шаговые двигатели бывают двух типов, пятифазные и двухфазные. Пятифазные они более распространены. Основное у них различие в количестве обмоток, в конфигурации этих обмоток, методе переключения и величине полного шага. И вот как раз-таки величина полного шага, либо угол полного шага для двухфазных равен 1,8 градусам, то есть это 360 разделить на 200 шагов. И пятифазные – это работа при минимальном полном шаге 0,72 градуса, при полном шаге 0,36 градусов, и, соответственно, при микрошаге это величина 0,72 градуса делить на 250. Ну и часто упоминал о том, что возбуждение обмоток совершается при пропускании через них тока. Соответственно, есть такая характеристика как ток на фазу. Характеристика – это для двигателя. Соответственно, максимальный ток, который проходит через обмотки двигателя – вот это и есть характеристика тока на фазу. Максимальный ток – это 2,8 А для двигателя Autonics. Маркируются драйвера, можно прочитать маркировки драйвера 1,4, допустим, MD5-HF14. Это означает, что максимальный ток, который вырабатывает усилитель, драйвер – 1,4 А. Вообще, драйверы Autonics – они универсальны, они позволяют настраивать, дробить ток, но об этом чуть-чуть позже. Ну и вот основные серии. То есть, серия АК – это пятифазный шаговый двигатель с выступающим валом. И размеры двигателя, размеры корпуса, сторона, точнее, правильно сказать, сторона квадрата – это 24 мм, это 42 мм, 60 и 85 мм. То есть, 4 разновидности. И максимальный момент удержания для стандартного двигателя без усилителя, точнее, без привода, без редуктора – 63 кг-см. Для того, чтобы пересчитать ньютон-метр, делим на 10, то есть, это 6,3 ньютон-метров. Если использовать тормоз, то модель уже будет называться АКБ. То есть, мы видим, что это обычный шаговый двигатель, но с тормозом. То есть, с выступающим валом и встроенным тормозом. И здесь уже размеры корпуса 42 мм, 60 либо 85 мм. И максимальный момент удержания – 63 кг-см на сантиметр. Напомню, что максимальный момент удержания – это величина, это, так сказать, крутящий момент при нулевой скорости вращения. То есть, в данном случае тормоз позволяет не использовать возбуждение обмоток, когда двигатель простаивает для удержания вала в одном положении. Здесь удержание происходит с помощью электромагнитного тормоза. Серия АИЧК. В принципе, здесь маркировка, если вы знакомы с маркировкой энкодеров Алтоникс, это символ H, означает hollow, то есть, сквозной вал. Это пятифазный шаговый двигатель с полным валом и размером корпуса 42 мм. То есть, отверстие, вал для того, чтобы двигатель можно было насадить непосредственно на вал. Максимальный момент также 63 килограмм силы в сантиметрах, либо 6,3 ньютон-метров. Угол полного шага, как я уже говорил, для пятифазного шагового двигателя – 0,72 градуса. Дополнительно есть модели с редуктором. И здесь уже, посмотрите, как заметно вырастает максимальный допустимый момент. До 200 килограмм силы в сантиметрах. То есть, это 20 ньютон-метров для размера 85 мм корпуса. Есть также двигатели с планетарным редуктором. Точнее, немножко забежал вперед. Здесь изображены двигатели AKG. То есть, G – это гир, это редуктор. Серия AKGB – это модель с редуктором и с тормозом. То есть, здесь мы видим, что величина полного шага также может делиться при редукторах с различным передаточным числом. К примеру, 1,5, 1,7, точнее 1,7 и 1,10. То есть, такие передаточные числа доступны для редукторов. И шаговые приводы с планетарным редуктором и со ступичным креплением. Это серия AKR без тормоза. Здесь максимальный допустимый момент до 50 килограмм силы в сантиметрах. И, как и предыдущих, угол полного шага либо 0,144, либо 0,1 градуса, либо 0,7 градуса. Откуда эти числа? Повторю, что это число появляется потому, что используется редуктор понижающий. То есть, здесь передаточное число 1,5, то есть, 5 оборотов совершает вал и 1 оборот на выходе редуктора. Здесь передаточное число 1,7, и, соответственно, здесь 1,10. И 5-фазный шаговый двигатель серия AKRB, то есть, с планетарным редуктором, с ступичным креплением и с тормозом. То есть, 50 килограмм силы в сантиметрах, или 5 мутон метров. Максимальный допустимый момент на данный двигатель. И серия 2-фазных шаговых двигателей с размерами корпуса 42 и 56 миллиметров. Здесь максимальный момент удержания небольшой, то есть, 1,57 ньютон метров, 15,7 килограмм силы в сантиметрах. Угол полного шага 1,8 градусов. То есть, здесь нет ни тормозов, здесь нет также и для данных двигателей и редукторов. То есть, это модели просто двухфазных шаговых двигателей. Это были устройства исполнения, то есть, устройства усиления. Шаговый драйвер. Основные управляющие элементы вы здесь можете увидеть. То есть, еще раз напомню, что такое драйвер. То есть, это устройство усиления. Получает контроллер слаботочный сигнал, низковольтный напряжение, порядка 5 вольт. Преобразует его в сильноточный сигнал и распределяет на фазы двигателя. У нас есть здесь входа, то есть, это CW, CCW. То есть, это входа импульсные для вращения по часовой стрелке, для вращения против часовой стрелки. Есть силовой выход на двигатель. Это здесь представлен 5-фазный шаговый двигатель MD5. Как раз мы видим, что здесь обозначены все цвета проводов для быстрого подключения 5-фазного двигателя. То есть, проводам распитывано. Ничего здесь не надо. Главное, по цветам правильно соединение. И питание для данного драйвера от 20 до 35 вольт. Ну и элементы управления подстройки параметра драйвера под конкретный двигатель. То есть, MS1 и MS2 это дробление шагов в двух режимах. Run это параметр настраивания рабочего тока. Ну, допустим, выбрали мы драйвер с максимальным током 1,4 ампера, а подключаем двигатель, у которого максимальный ток 1,1 ампера. С помощью данных преобразователей мы можем ограничить максимальный ток, для того, чтобы двигатель не перегревался и не выходил из строя. Ну и дополнительные переключатели. Режим тестовый, для того, чтобы без подключения источника импульсов, без контроллеров, можно было проверить скорость вращения. 1,2 CLK это выбор режима входа. То есть, импульсный вход у нас может работать в двух режимах. Как я уже говорил, есть вход в CW. Это вход в режиме одноимпульсов, когда все импульсы, приходящие на вход в CW, воспринимаются для вращения вперед. Все импульсы, которые входят на вход в C, CW, они воспринимаются как вращение назад. Ну и, соответственно, второй режим с помощью этого тумблера выбирается, каким он выбирается, и двигатель, точнее драйвер работает в другом режиме. То есть, импульсы все приходят на вход 1, на вход CW, а с помощью второго входа в CW мы выбираем направление вращения. То есть, не подаем сигнал, двигатель вращается по часовой стрелке, подали высокий уровень сигнала на этот вход, а двигатель вращается против часовой стрелки. Два основных режима, одноимпульсный и двухимпульсный. Переключатель CD означает, точнее, выполняет роль, точнее, как правильно сказать, он запускает режим автоматического снижения тока простой. То есть, если у нас не перемещается вал, автоматический ток со временем снижается для того, чтобы уменьшить тепловыделение шагового двигателя, для того, чтобы он не перегревался. Hold Off, это контакты. При подаче сигнала на эти контакты у нас удержание выключается, то есть ток не подается совершенно на обмор. Diff Cell. Здесь с помощью этих контактов выбирается, в каком режиме будет работать контроллер, точнее, драйвер. То есть, если мы сигнал не подаем, драйвер работает в режиме деления шага MS1. То есть, с помощью данного переключателя MS1 мы можем выбрать дробление шага. Что это значит? То есть, если у нас шаг не дробится, то один импульс соответствует одному шагу двигателя на выходе. Если используем половинный шаг, то два импульса на входе будут соответствовать одному шагу на выходе. То есть, каждый входящий импульс будет делиться. То есть, подали четыре импульса, двигатель сделал два полных шага. То есть, он сделает четыре половинных шага. Подали восемь, он сделает восемь половинных шагов, как итог четыре цены. переключили в другое состояние он делили шаг на 8 соответственно таким же образом будет и на 8 каждый входящий вот и м с 1 настраивается один режим м с 2 настраивает второй режим и с помощью контактов биселл происходит выбор между режимом 1 и режимом 2 ну к примеру для чего это нужно если нам необходимо быстрое перемещение по поверхности да допустим это станок там как правило есть скорости управления с таким с какой скоростью будет работать так вот когда происходит именно из обработка чего-либо использовать небольшие скорости соответственно для пустого перемещения позиционирования используется высокие скорости обработки никого не происходит и перемещается головку управляющей либо изделия в холостом то есть еще раз повторю с помощью диксел выбирается режим работы м с 1 или м с 2 дробление шага ну и zero out это выход да то есть который сигнализирует о полном обороте двигателя то есть каждый полный оборот двигателя данные контакты выдают сигнал ну и соответственно настройка ран стоп она позволяет нам как я уже говорил рано выбрать рабочий ток стоп позволяет нам убрать ток простое да то есть в настрой ток момент простое двигатель когда у нас не совершается перемещение вот здесь разница небольшой график такой да то есть разница работы траверов то vez драйвер на постоянном токи драйвер на переменном токе принципе не такая большая да но все-таки с драйвером с драйвером постоянного тока момент падает раньше то есть при подаче чистоты вот определенные точнее при настройке скорости вращения у драйвера на постоянном тки скорость вращения падает раньше здесь увидим если для драйвера на переменном токи момент практически вот 8 равен до на 10000 импульсов в секунду то на 10000 практически в ноль но тыс так продолжить уйдет для драйвера на постоянном токе а типы двухфазных шаговых драйверов здесь два основных типа это md2o md20 и md2o айди 20 то есть здесь что происходит то есть md2o настройка микрошага здесь возможно до 20-кратного деления до 20-кратного тропения шага есть каждый шаг можно разделить 20 а настройка рабочего тока и тока удержания и настройка режимов одно или двух импульсов режима работа вот напряжение питания от 24 до 35 вольт постоянного тока рабочий ток до 2 ампер на фазу метод управления так называемый не поляр и второй тип это md2o айди 20 здесь уже двухфазный драйвер программируемого типа здесь контроллер не нужен здесь изначально задаются скорость разгона скорость останова точнее время останова задается максимальная частота вот и это простое управление то есть с помощью внешних контактов мы запускаем и драйвер сам управляет разгона здесь конечно уже данный драйвер используется для простых задач перемещения да то есть кнопку нажали он запустился сделал определенное действие остановился вот то есть конкретное перемещение на определенное количество шагов вот то есть повторяющийся постоянно это так называемый интеллектуальный драйвер d2o айди 20 это двухфазные шаговые точнее драйвера двухфазного шаговый драйвера для пятифазных шаговый двигатель на постоянном токе то есть маркировки после тире 2 символ д вот то есть напряжение питания 24 до 35 вольт до 3 ампер вот метод подключения биполярная по типу пятиугольника и есть два типа то есть пятифазные с полным шагом и пятифазность микро шаг вот данный драйвер и пятифазный с полным шагом он позволяет дробить шаг пополам да то есть работа в режиме полного шага и в работа в режиме полушага вот а пятифазный шаговый двигатель он также способен точнее пятифазный шаг пятифазный драйвер с микро шагом он может разделить каждый шаг на одну 250 частотой какой же еще плюс от микро шага дело в том что есть существенными для самих шаговых двигателей это вибрация высокая то есть когда происходит переключение между обмотками соседними как я уже говорил происходит она мгновенно то есть вал из состояния покоя в одного мгновенно стремится за полем до мгновенно стремится повернуть соответственно выходит на это положение и останавливаться вот есть силу этого если у нас небольшое вращение с полным точнее небольшая скорость вращения с полным шагом у нас достаточно сильно вибрируют видеть использование микро шаг позволяет нам уменьшить вибрации значительно да то есть происходит что то есть происходит плавное переключение только между двумя обмотками до 250 шагов и таким образом у нас движение она получается сплошным получается не шаговым таким она получается сплошным вот есть также благодаря микро шагу даст есть возможность низко скоростного вращения вот и высокоточного позиционирования но как я уже говорил есть функции автоматического снижения тока функции самодиагностики это устройство усиления который получает сигнал от контроллера усиливать распределяет между между обмотками ну и второй тип большой это в пятифазный шаговый двигатель переменного тока здесь уже от 100 до 220 вольт переменного тока метод управления биполярный есть также пятифазный шаговый шаговый драйвер с микро шагом вот и стандарт с полным шагом вот есть но вот здесь изображены оба драйвера до с микро шагом соответственно один двигатель один драйвер идет на максимальный ток 1 и 4 ампера то есть это читается все в спецификации 14 означает 1 и 4 ампера максимальный ток на выход и md hf28 здесь максимальный ток 2 и 8 ампера разрешение 1 250 часть шага то есть различные режимы высокой скорости высокого момента с помощью подстройки рабочего тока различные аварийные функции из функции самодиагностики вот примеру привык предупреждения по сверхтоку либо перегрев выше 80 градусов и на корпусе имеются индикаторы аварийного состояния чтобы можно было сигнализировать и увидеть все ли в порядке драйвером но есть многосиловой драйвер то есть серия md5 hd 14 2x либо md5 hd 14 3x то есть драйвер без корпусной до такого рода либо на две оси либо на три оси заказывается от клиента до интегральная схема вот каждый вход независимый то есть вход на каждую оси независимый есть возможность микро шага вот и максимальный ток 1 и 4 ампера на каждую оси ну вот подобрались мы контроллером шагово то есть те устройства которые программируются непосредственно и которые могут выдавать точнее выдают управляющие импульсы для перемещения для работы шагово двигатель контроллеры как я уже говорил есть нескольких серий есть серия вот давайте рассмотрим сначала серию пенсии 2hs usb вот в данном случае изображены серия пенсии 22hs usb да и 2hs 232 а есть одноосевые серии точнее одноосевые контроллеры есть 2 осевые контроллеры то есть каждая ось работа независимо различные режимы работы то есть это режим поиск режим непрерывный режим шаговый режим и программа да то есть непрерывный режим что означает постоянно с определенной скоростью примеру с определенной частотой вращается двигатель отпустили не вращать шаговый режим это когда мы управляем да то есть выполнили какой-то задали параметр он выполнил этот параметр работает все задали новый параметр он снова отработал и режим программа то есть когда у нас алгоритм прописан соответственно программа это выполнить эти простые контроллеры здесь программа в 64 шага вот и существуют различные команды управления но самый распространенный из команд это перемещение абсолютное и перемещение относительно то есть есть команда такая abs с абсолютное перемещение это означает что по ориентироваться двигатель будет по неким внутренним координатам ну к примеру если мы имеем ось координат чертите извиняюсь что такая кривая у нас здесь будет некий ноль здесь будет пускай 500 и минус 500 минус 500 это 500 соответственно есть две команды одна команда abs с так 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 секундочку сделаем так одна команда будет у нас пробуем печатать может что-то получится нет не хочет он печатать непосредственно экране вот есть команда abs это абсолютное перемещение и есть команда еще инкремент да то есть увеличение и латинская н си два типа команд то есть одна команда точнее две разные команды вот эти и каким образом она работает если мы зададим команду к примеру abs 500 на то есть двигатель переместится с нуля на 500 если мы еще раз команду abs 500 зададим двигатель нет работать так как у нас абсолютное значение 500 за вот если же мы к примеру зададим команду in 250 то у нас встанет положение 250 вот если мы снова зададим им 250 он снова прирастить 250 если мы поставим минус 500 то он у нас уйдет с текущего положения на ноль первая разница разница в этих командах в том что одна позиционирует абсолютно вторая позиционирует относительно текущего значения вот таких команд может быть 12 да то есть это перемещение безусловно перемещение в зависимости от внешних событий ожидания конец программы и так далее 12 команд и 64 шага программа есть параллельный порт ввода вывода для подключения к плк вот программирование здесь с помощью выбора ввода либо редактирования параметров а есть специальный модуль обучения серия pmc 2t у 232 порт 232 имеется на всех моделях и дополнительно если модель называется пенсии и в конце имеет юсб то дополнительно есть вот под меню избит для коммутации с внешним устройством с компьютером для программирования есть программа специальная она бесплатная для программирования данных контроллерах есть на сайте вот и если вы зайдете в размер раздел контроллерах там вы можете скачать то есть контроллерах шаговый более функционально это скоростные двухосевые программированные контроллера серии и mc 2hsp здесь независимое высокоскоростное управление по двум каналам до 4 мегагерц до четырех импульсов в секунду вот четыре режима работы это толчковый неперерывный шаг вы либо программа функция линейной круговой дуговой интерполяции а то есть плавная работа и отрисовывание здесь уже до 200 шагов программ можно писать на предыдущий было 264 здесь до двухсот шагов и 617 различных рабочих программ здесь команд вернее сказать специальное средство программирования мошен студия эта программа также бесплатно есть она на сайте а вот они в разделе программное обеспечение вы можете ознакомиться с ней либо же напрямую найти под контроллерами программу различные интерфейсы управления то есть подключение внешних устройств и usb-232c rs-485 и параллельный интерфейс дополнительные вводы и выводы и возможности выбора 1 или 2 импульсного режима выхода то есть настройка универсальность позволяет работать не столько не только с драйверами autonics но и другими еще драйвер ну и соответственно синхронное управление по интерфейсу rs-485 то есть управление до 16 устройств через боковой джемпер мы можем подключить и синхронно работать контроллеры серии pnc 4b pc это четырехканальный контроллер движения для управления серво двигателями переменного тока и шаговыми двигателями отличие почему здесь имеется вход под датчик внешний да то есть под энкодер и здесь уже данный контроллер может управлять и контролировать исполнение программ да то есть помощью энкодера вводится информация энкодера соответственно если у нас не отрабатывает вал точнее не отрабатывает двигатель программу свою да то есть энкодер следит чтобы было сделано но здесь либо возникает ошибка либо стремится доделать дальше зависимости от запрограммированных условий платформа формата PCI да то есть подключается через PCI шины конечно на современных компьютерах эта шина уже не работает да то есть если брать домашний компьютер но на рабочих станциях это достаточно распространенная шина PCI возможность подключить работы с разными операционными системами 98 нт 2000 на xp windows 7 и сейчас windows 10 вот постоянно линейная скорость по двум или трем осям ну и интерполяция тоже бывает разная то есть круговая линейная табличная непрерывная с ускорением работа либо замедления и так далее то есть вот такие шаговые контроллер ну и соответственно стоит здесь упомянуть о новинке которые скоро времени планируют автоникс выпускать точнее скоро завершатся подготовки все это система шагового привода с обратной связи такое готовое решение шагового драйвера контроллера точнее шагового драйвера двигателя и энкодера который снимает показания непосредственно слова да и возвращает значение и и при тестировании можно увидеть когда мы стремимся когда у нас не поступает внешних сигналов на драйвер не управляется не происходит какое-либо управление вал у нас стремится сохранить свое положение если даже мы попытаемся провернуть его вперед либо назад вывести из положения равновесия драйвер он при создаст противодействие и будет стремиться вернуть первоначальное положение вал двигать да то есть здесь точная и строгая отработка действия которые мы посылаем на данный район вот есть устойчивое положение система с обратной связью высокая скорость быстродействия низкий нагрев достаточно низкая цена и высоких крутящий момент достаточно простое устройство в скором времени отдельно для него будет сделано обучение до тот момент когда подтвердил когда все подтверждено вот то есть рекомендую посмотреть достаточно интересный продукт то есть еще раз повторю данная система позволяет управлять точнее данный привод позволяет управлять системой без потери шагов то есть из-за того что у нас есть обратная связь видеомкода ну и пару слов про программирование контроллеров я говорил что есть несколько программ да то есть для управления контроллером для программирования контроллера pmc-1 hs либо pmc-2 hs используется программа pmc-editor бесплатно вы можете скачать соответственно есть несколько режимов управления да про которые говорили программный режим как правило программирование выглядит таким образом то есть задается команда задаются данные то есть величина шага и соответственно характеристики выполнения для каждой оси для оси x и для то есть эта скорость это задержка отработки вот и соответственно переход либо не переход на другую команду программируется все то есть выбираем строку так называемый регистр и прописываем здесь все достаточно просто для работы с контроллерами серии pnc-2 hsp программа есть такая motion studio здесь уже больше настроек здесь уже есть больше обратной связи да то есть мы видим ошибки возникают которые мы можем проследить эти ошибки компилятор программном совершит сообщить какие ошибки допустимы точнее какие ошибки мы допустили заранее можно прописывать различные функции отслеживать их да то есть мы можем задать некий переменные которые просто напросто потом будет будем выбирать для удобства то есть можем полностью настроить под задачу данную программу повторю может студия все программное обеспечение autonics на данный момент она бесплатно она имеется на сайте и есть возможность загрузить его вместе с прибором вот вы можете задать задавать вопросы всегда рад помочь вам чтобы разобраться с этой программой но принципе то же самое здесь происходит программирование да то есть выбираем мы определенный регистр прописываем его вот и соответственно происходит дальше есть функции управления условного безусловного ожидания различных внешних событий да то есть не просто исполнение программы а исполнение программы соответственно что необходимо для данных драйверов то есть уточнять для данных контроллеров чтобы подключить либо это кабель 1 230 20 с одной стороны и разъем телефонный разъем с другой стороны такой кабель либо это кабель мини usb на то есть с одной стороны usb выход с другой стороны мини usb вот либо а если это будет подключение к плк и либо компьютером при преобразователе с м 38 и с 48 ну вот в принципе наверное все да то есть напомню что данный вебинар вы сможете посмотреть на запись данного бинара вы сможете посмотреть на канале а тоникс как и много других записей вебинаров очень много полезной информации вы можете задавать вопросы там можете задавать непосредственно вопросы на почту если у вас возникли вопросы вы можете задать сейчас вот ссылка есть в доступных для скачивания ресурсов с правой стороны они у вас должны отображаться там вы можете скачать эту презентацию посмотреть и вместе с вебинаром возникнуть может что-то вам разъяснится пока что и здесь вы можете задавать свои вопросы так подписывайтесь на канал всегда в курсе события и задавайте вопросы там вместе можно как-то сделать улучшить качество продукции так ну давайте пока пока вы задаете вопросы если не у вас имеются быстренько пробежимся посмотрим что у нас вообще здесь есть рассмотрели мы примеры применения и рассмотрели из чего состоит да то есть напомню три основных компонента у шагового привода это двигатель драйвер и контроллер двигатель исполнительный механизм драйвер устройство усиления и контроллер он программируется то есть он выдает сигналы для позиционирования и управляется эта вся система достаточно просто с помощью импульсного сигнала да то есть частота задает нам скорость вращения количество импульсов задает нам количество перемещения количество оборотов количество шагов основные серии да то есть шаговый двигатель двухфазных пятифазных посмотрели то что они бывают с тормозом то что они могут быть с редуктором с тормозом редуктором и с различными типами пятифазные двухфазные драйвера питание постоянным током переменным и несколько серий контроллер рассмотрели устройство основные характеристики шагового двигателя крутящий момент да то есть крутящий момент это одна из самых главных характеристик то есть как правило это сила двигателя рассчитана рассчитана вы всегда можете рассчитать с помощью табличек автоникс который есть в каталоге вот и правильно подобрать данный двигатель драйвера автоникс и являются у них универсальными приборами то есть они могут работать не только с двигателями автоникс но всему того что подстраивается многие характеристики вы можете использовать его и здраве точнее и с двигателями других производителей главное чтобы схема подключения совпадала и правильного параметра программировали правильно параметры выбранного двигателя вы запрограммировали чтобы в этом драйве и контроллеры несколько серий да то есть это пмц 1 и через 2 и через пмц 2 и через пи и пмц 4 в принципе на этом все спасибо вам большое за то что вы пришли на вебинар жду вас снова на последующих вебинарах если у вас есть какие-то пожелания вы можете отправить их на почту по темам которые бы вы хотели услышать тем самым мне удастся может быть точнее вы услышите то что вы именно хотите услышать пишите говорите что вы хотите посмотреть это важно да при формировании тем проведения вебинара повторю что данный вебинарах запись будет выложена на наш канал у них сраж еще раз спасибо вам большое за внимание всего доброго и до новых встреч субтитры